МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году игры будут уже 25-е по счету. Впрочем, история этого всеми любимого праздника имеет более глубокие корни. Традиция коренных жителей встречаться весной зародилась еще в древности. В это время начинается перегонка оленей стад с зимних на летние пастбища. Кочевников разделяют многие километры ямальской тундры, и лишь раз в год они могут собраться вместе, чтобы пообщаться и обсудить насущные проблемы с представителями власти и топливно-энергетического комплекса. Газпром с первых дней промышленного освоения Севера старался поддерживать допроседские отношения с тундровиками. В начале 90-х экономическая ситуация в стране подтолкнула газовиков к укреплению и расширению сотрудничества. Основа была заложена весной 1992 года на слете оленеводов. На станции Рудей была сделана опорная база. Совхоз Аерсалинский в свое время сделал над Эмгазпром. И на этом слете оленеводов, конечно, были высказаны все проблемы, претензии, в том числе и к освоению природных ресурсов в Малонемском автономном округе. Кроме этого, на встрече было решено познакомить пришлое население с многовековой этнической культурой коренных жителей. А для этого нужен был праздник. В марте 1993 года в Салихарде при поддержке Газпрома прошел окружной фестиваль народов Севера. А затем газовики решили организовать подобное мероприятие в Надыме. Чугунов Леонид Семенович был генеральным директором тогда. Уже был создан отдел по проблемам коренного населения. Посидели, подумали и решили. Давайте мы где-то примерно в октябре месяце соберем бригадиром, в основном оленеводческих совхозов, Надым, Газпром. Собрали мы их всех, они в этих всех в зале. Мы с ними 4 часа вели разговор. Что вам надо? Они нам все это дело высказали. Все мы записали. И решили с осени 1993-1994 года взять тайм-аут для подготовки первых соревнований на Кубок Надым-Газпром по национальным видам спорта. Весной 1994 года праздник впервые состоялся в Надыме. Для городообразующего предприятия это была своего рода разминка. Настоящие масштабные соревнования начали свой отчет со следующего года. На эти игры съехались команды всех оленеводческих хозяйств Ямала. А победителям, не считая солидного перечня ценных призов, впервые вручался переходящий Кубок Надым-Газпрома. Леонид Семенович Чуганов наставил, чтобы я его отдал в тундру. Да, почему он у нас вот сохранился до сих пор в нашей службе, в музее? Я его не отдал, да, поспорил сильно, попросил, чтобы сделали. Мы поддержали все, значит, в руках. Его победители поддержали в руках, но потом мы его забрали. Ибо он один единственный. Ведь здесь каждая же медалька, это же вид соревнования, это же все продуманное, значит, и художниками сделано, значит, претисцентом, кстати. Да, Сергей Николаевич Крысин художник. Да, Сергей Крысин, да. Это же РМП все продуманное, сделано было. Со временем газодобытчикам подключился муниципалитет. И уже в 1997 году Надым принимал первый учредительный конгресс оленеводческих народов мира. В 2003-м надымским соревнованиям по национальным видам спорта был присвоен статус окружных, и команде-победителю стал вручаться кубок губернатора Ямала. А в 2006-м границы праздника навсегда стали открытыми. Но, несмотря на приобретенный статус, главным спонсором праздника остается «Газпромдобыча на дым». Принцип добрососедских отношений с исконными жителями тундры для компании всегда будет в приоритете. Мы традиционно помогаем и транспортом, и подготовкой, и охраной, и призами, и призовым фондом. Праздник День оленевода – это вершинка айсберга. Общество наше реализует различные программы, в том числе экологической направленности и организации переходов оленей на полуострове Ямал через Баваненковское месторождение. Традиционно у нас уже подарки есть новогодние, есть по благотворительности другие акции. В обсуждениях мы всегда принимаем участие и готовы помогать. Все, что от нас зависит, мы делаем. В мире существует немного мест, где аборигенное население сохраняет традиционный уклад жизни. А современная техногенная цивилизация гармонично сосуществует с этим древним миром. Ямал – территория сотрудничества, и дальнейшее промышленное освоение новых арктических рубежей будет основано на сложившейся десятилетиями дружбе с коренными народами. А символом этого единства всегда будет служить яркий этнографический праздник – День оленевода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова